Всем привет! Снова здравствуйте! Продолжаем делать нашего легионера. Вот так вот установился у нас меч. Здесь нужно еще, конечно, его доработать, сделать лямки. Вот он ремень наметан. Опять же, все не так идеально. Делаю просто для объяснения. В принципе, в будущем мне эта модель, не знаю, пригодится. Нет, если пригодится, я уже ее тут буду дорабатывать, переделывать. Но это не факт. Так, меч есть. Давайте теперь рассмотрим в этом видео, как сделать вот именно вот эти вот сланцы, или как обувь римскую. Вот так она выглядит. Все, опять же, сделал по-быстренькому, чтобы вам сейчас объяснить. Потом еще доработаю их здесь. Если вы, опять же, повторюсь, приближенно делаете что-то к исторической, там, правдоподобности, какие-то детали, там, еще что-то, то уже берите картинку и смотрите полностью переплеты, какие здесь. Здесь состоит эта обувь из двух частей, ну, как обычно, нижняя и верхняя. И вот эти вот лямки заходят под верхнюю туда, ну, как обычные сланцы. Новаторское решение у них было, это все сделано. Вы видите, что облегченка, идти легко. Тогда, видно, и климат другой был, а снизу вот такие металлические подковы. Ну, как у немцев было во Вторую мировую войну на сапогах. Это для чего у них было сделано? Чтобы сцепление лучше с землей, чтобы, если когда бой идет, быть устойчивыми, и помогает вот это вот по бездорожью проходить более-менее большие расстояния, чтобы ноги не болели, если идти просто в кожаной обуви. Ну, в принципе, историю этих можете посмотреть в интернете, что да и как, что зачем. Вот приступим к их изготовлению. Все отключим, все саптулы. Возьмем вот именно персонаж наш, добавим ему дивайдов. Сделаем дубликат. И теперь будем работать с дубликатом. Что нам нужно? Нам нужна вот эта вот нога, вот потому что будем потом на правую, так это, на левую ногу, это правая, будем на левую ногу потом делать Merchdown, не Merchdown, этот, Modified Apology. Вот, Mirror and Well. Как взять ногу нам? Мы делаем вот так вот. Делаем Ctrl W, и теперь вот это все Ctrl Shift выделяем. Так, теперь скрываем все, что не нужно нам, Делл Хидден. Так, убираем Делл Лоу, жмем Делл Хидден, и переключаемся вот именно на, вот нашу ногу отключим теперь вот этот, саптул. Вот теперь у нас нога, вот такая вот. Можно сделать ZRMX. Давайте ZRMX сделаем. Вот такая вот нога, и можно еще вот это все Close Hold закрыть, чтобы не мешало. Так. Все, заготовка есть, добавим ей Divide. Все равно мы ее потом будем удалять, она нам не принципиальная. И теперь давайте добавим куб. Так, куб. Переключимся на него. Так, теперь его уменьшим. Вот так вот. Возьмем, зайдем опять в геометрии, опять в Слайз, уменьшим, включим нашу ногу, видимость. Вот так. Сделаем нашему кубу Дайномеш. Так, посмотрим сетку. И теперь поработаем с постановкой. Вот так вот. Ну, а теперь сайзом работаем. Уменьшаем. С плюс, скоим. Делаем тоньше, делаем уже, и делаем вот так вот. Именно по ноге подгоняем. Сильно по ноге подгонять слишком не надо. Надо, чтобы вот именно выступали все части. Для чего это, сейчас вы поймете. Подставляем к ноге. Можно сделать еще чуть-чуть тоньше, но сильно не надо тоже. и вот так вот это все делая, подставляете. Так, все это дело вот так мы и оставляем. Ногу не двигаем, не надо, чтобы потом не подгонять. И в принципе работаем теперь с резкой. Ставим вот эту клип-циклю. Обрезаем, как в прошлых видео. Что нам не надо. Вот так вот. И потом используем уже другую клип-куру вот эту. Для чего? Ну, вот так вот теперь поубираем где-то что-то, как-то. Посмотрим сетку. Делаем Ctrl-W, Ctrl-D. Вот такая вот заготовка у нас получилась. Теперь можно ей сделать загомеш. Сетку еще чуть-чуть поменять. Вот такая фишка. Теперь сайзом можно чуть-чуть ее может прибавить, если надо. или вот сделать чуть-чуть потолще. И теперь можно ее обрезать. Вот такая заготовка. Делаем Ctrl-W, переключаемся на мофт Apology. И уже можно ее тут вот так вот моделировать. Подгонять, выравнивать где-то, задрать. Вот так вот. И вот так вот. Продолжение следует... Вот начало у нас положено. Теперь, чем мы будем работать? Работаем мы теперь с топологией. Вот этот топологи, кисть. И начинаем вот так вот рисовать. Опять же, смотрите прошлое видео. Как сделать обувь. Вам это все поможет, наверное. Сделать все нормально. И вот так все это делаем. Моделируем. Так. Вот когда у нас лямка вот такая вот получилась. Заходим теперь в саптулы и делаем сплит и сплит туперц. Жмем. Она отделяется. Мы ей делаем опять же ZRMS. Можно ей еще сделать крис. Вот этот. Так. И теперь делаем ZRMS. Смотрим сетку. И теперь начинаем работать опять с мофта повод. Все вот это мы теперь подгоняем. Выравниваем. Вот так вот. Все это смягчить можно. Вот так вот. Где-то лежать, где-то вытянуть. Вот так вот. Смотрим, что у нее с полигруппами. Все нормально. И вот так вот потихоньку все это дело выравниваете. Делаете, конечно, поравнее. Вот у меня тут тоже поторопился. Что-то где-то можно потом, если криво получится, можно все это дело исправить. Можно полиш взять, кисточку, допустим. И вот так вот где-то потом подровнять. Где-то опять же подгладить. Где-то сделать потоньше. Вот так вот смягчить вот эти все грани. Но это уже доработка. Можно пролепить какие-то детали. Где-то там порезу вставить. Или еще что-то. Это вы уже сами фантазируете. И, в принципе, вот так вот получается. Потом мы делаем мов. И нажимаем Ctrl. И вот так вот выводим эту часть. Можно вот так вот их крепить вдоль. Сандали разные. Так что, в принципе, заморочка не в этом. Вот так вот. Все это дело вы опять же подгоняете. Где-то вытягиваете. Где-то с угла вот так вот чуть прибавили. Где-то придавили. Где-то припустили глубже. И, в принципе, вот такие вот сандали будут потихоньку получаться. Ну, вот так вот. Все. Теперь я на ускоренном включу вам посмотреть, как делается он полностью. И потом уже расскажу, как сделать щит легионера. Все. Сразу всем пока. До свидания. Надеюсь, тут уже вопросов не возникнет. Все просто. Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok